Итак, всем доброе утро, дорогие друзья. Извиняюсь за опоздание. Извиняюсь за опоздание. Я сейчас прилетел в Израиль и еще не приспособился к переходу временному. То там Москва, то Израиль. Много дел. Поэтому лучше опоздать, но сделать, чем не сделать вообще. Сейчас 10.09. Нормально, успеваем. Вот такие виды в Израиле. Зато вы можете посмотреть, как в Израиле. Видите? Это вот такие вот горы вокруг Иерусалима. Горы вокруг Иерусалима. Я сейчас как раз в машине. И будет сегодня урок по Мишли. Из района, в котором было... Как раз в этом районе было восстание Маккабеев. Маккабеи это была семья, которая... Хашманаимы их была. Хашманаимы они называются. И здесь вот эта деревня, в которой я рядом нахожусь, называется Хашманаим. Марк Плоткин, шалом. И Елена Конопелька, всем шалом, всем доброе утро. Александр Матус, всем доброе утро. И, значит, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. И сегодня мы находимся в конце 4 главы. Сегодня мы должны с Божьей помощью закончить 4 главу. И мы дошли до того, что 25-й отрывок говорил нам о том, что нужно смотреть прямо. Глаза пусть смотрят прямо, ведь и твои выпрямят путь перед тобой. То есть нужно... Глаза видят, сердце хочет, руки-ноги делают. И человека по жизни ведут... Ввиду человека по жизни глаза. Глаза. То есть куда ты смотришь, туда голова поворачивается. Смотрите. Оп, посмотрел налево, значит, голова налево. Посмотрел направо, голова направо. То есть человека по жизни ведут его глаза. Поэтому нужно, чтобы глаза смотрели прямо. Все, на этом мы остановились. Теперь 26-й отрывок. Давайте посмотрим, что имел в виду царь Шалмон, когда нам дал такой совет. Значит, притча, 4 глава, 26-й отрывок. Слово «полез», есть такой сейчас инструмент в хозяйстве. Знаете, когда тебе нужно ровно повесить полочку и так далее. Есть «пелис» это называется. Уровень. Мерять уровень. Там есть такое вот место для масла и такой вот пузырек воздуха. И ты делаешь так, чтобы он был ровно посередине. Этот называется инструмент «полез». На иврите «пелис», то есть выпрямляющий инструмент. Теперь что такое, что такое, что он говорит? Выпрямляй окружной путь твоих ног, и все твои пути будут прямы. Значит, как мы уже понимаем, глаза, их удержать, глаза очень сложно. Очень сложно. Я сейчас в Иерусалиме нахожусь, рядом с Иерусалимом. Значит, удержать глаза очень сложно. Вот, например, мне сейчас Рут Иляева задала вопрос, и я сразу ей ответил. То есть человек, он живет в режиме реагирования на внешний мир. И он очень сложно стать, то, что сказал Стивен Ковин, стать проактивным. То есть быть только изнутри, только управлять собой. Очень сложно. Практически недостижимо. Поэтому человек, он должен выпрямлять глаза, смотреть в направлении своей цели, идти по торе, идти по правилам. Все должен это делать. Но по факту в жизни получается по-другому. И человека все время бросает из стороны в сторону, потому что окружающий мир, сигналы окружающего мира, они очень сильные, и они абсолютно непредсказуемые. Абсолютно непредсказуемые. Особенно, когда сейчас мы живем в мире средства массовой информации, соцсети и так далее, у тебя со всех сторон очень мощные сигналы, они прям тебя бах, и в одну тебя сторону, и в другую. Теперь внутри у каждого человека, у него тоже внутри есть множество желаний, множество какие-то разноплановые ценности, разноплановые убеждения. И человек все время колбасит из стороны в сторону, как правильно жить, что делать, куда идти, в какую сторону двигаться. И так далее. И человека со всех сторон колбасит. Сказал нам царь Соломон, вначале первым делом определись, куда ты смотришь. Направление движения. Какая твоя цель? Вообще, для чего ты в этот мир пришел? Или ты пришел, или ты вообще не знаешь, тогда у тебя не за что захватиться вообще. Или ты понимаешь, что ты пришел в этот мир для того, чтобы пройти этот свой жизненный путь, и прийти в вечный мир. Это другой вариант. Третий вариант. Зачем я пришел, чтобы все время чего-то бояться и избегать опасностей, но все равно, в конце концов, все умрут, и никуда ты от этого не избежишь. То есть, человек должен вначале выпрямить свой взгляд. То есть, определить направление своего движения и держаться на нем. По Торе мы знаем, что по Торе человек должен куда идти? К Богу. То есть, во всех своих путях познавай Его. Это в Мишле нам уже до этого сказал в третьей главе царь Соломон. На всех своих путях познавай Его, и Он, Бог, выпрямит твои дороги. То есть, с этим все понятно. Если ты свой взгляд умеешь направлять на Бога и в любом своем решении руководствуешься прежде всего вопросом, что Бог от меня хочет, что Тора от меня хочет, как правильно поступить, значит, у тебя взгляд выпрямлен. Но это теоретически. А фактически тебя все равно в разные стороны расколбашивает. И сказал нам царь Соломон, нужно иметь вот этот вот пелес, нужно иметь этот инструмент, который тебя все время возвращает на правильный путь. Что является этим инструментом? Мы можем вспомнить, мы учили в Перте по учению отцов. Мы учили такую Мишну. Значит, Юшуа бен Прахья сказал. Асел и Харав, сделай себе Рава, сделай себе Учителя, который, с которым ты будешь советоваться, к которому ты будешь ходить за вопросами, который со стороны своей мудрости и знания Торы, он тебе поможет все время вырулиться из любой ситуации. Значит, Асел и Харав, сделай себе Рава. Это твоя ответственность, это твои усилия, это ты должен конкретно назначить его себе Равом. Второе. Кнел и Хахавер, приобрети себе друга. То есть нужно идти к Богу не одному, а именно с другом, у которого такие же интересы, который поможет тебе, к которому ты поможешь советом. То есть, Асел и Харав, сделай себе Рава, поставь кого-то Равом над собой, наставником, там, ментором, учителем и ходи к нему советоваться, чтобы он со стороны своего опыта, со стороны Торы давал тебе советы. Второе. Кнел и Хахавер, приобрети себе друга. То есть, тебе нужен человек, который настоящий друг, которого волнует твой духовный рост, твое развитие, и с которым ты можешь советоваться, ты ему помогаешь, он тебе. И третье, это... И суди каждого человека с хорошей стороны, это третье, это инструмент к первому и второму, потому что, если ты смотришь на всех с плохой стороны, то ты в любом Раве найдешь недостаток, ты в любом Друде найдешь недостаток, и у тебя не будет ни Рава, ни друга. Поэтому сказал нам Юшуа Бен Прахья, что если ты хочешь, ты должен сделать себе Рава, должен приобрести себе друга, но ты должен научиться смотреть с хорошей стороны и на первого, и на второго, потому что идеальных людей нет. И они помогут тебе выпрямить твой путь. Теперь дальше. И когда ты... Что такое прямой путь, тогда возникает вопрос. Прямой путь, это золотая середина. То есть, здесь надо понять, что идеала в этом мире нет. Нет идеала в этом мире, нет и быть не может. Мы учили в Каэлите, в Экклезиасте царя Соломона, он говорил, не будь слишком праведником, не будь слишком злодеем. То есть, главное, что у тебя был Ират Ашем, страх перед Богом, который тебя вырулит на прямую дорожку. То есть, нужно быть физкультурником. Не надо быть там в чем-то... Любые перегибы, это плохо. То есть, за любой перегиб, в любую сторону, надо платить. Это факт. Плати чем? Какими-то перегибами, недостатками в других сторонах и так далее. Поэтому, выпрямляя окружной путь для ног твоих, и все пути твои будут тверды. Выруливай все время на золотую середину. Как выруливай на золотую середину? Не купи, а приобрети друга. Вот это хороший был вопрос, Борисов задал Вадим. Приобрети друга, это ты должен вкладывать в своего друга время, силы. То есть, что такое друг, да? Друг, это человек, на которого я полагаюсь, он полагается на меня. Его можно только приобрести какими-то усилиями. Есть известная история, можете даже посмотреть, вот этот урок у нас был, на эту мешну поперте, вот найти, у нас есть все уроки, которые мы проходили. Но известная есть история, как сын один, там, гулял с друзьями, говорит, это мои друзья, бухал, пил. А его отец ему говорит, вот я сейчас тебе покажу, что такое друзья. Значит, взял он, как раз там было мясо в крови, ну вот, которое к шашлыкам готовили. И он говорит сыну своему, поехали к твоим друзьям, и ты к каждому из них приди ночью и скажи, что вот я случайно убил человека, надо его спрятать. Что они сделают? И он ходил ко всем тем, кого он называл друзьями, и стучал, звонил, говорит, я случайно убил человека, надо спрятать. Они все говорили, нет, я тебя знать не хочу, уходи, я вообще не знаю, кто ты такой, все. А этот отец говорит, а сейчас я тебе покажу, что такое друзья. И поехал к своему там старому другу, который, который он к нему пришел, говорит, ну, с сыном заходит, говорит, вот сын сбил человека, надо его закопать, спрятать. Этот говорит, все, пошли, сейчас я буду помогать. То есть, друг это что-то, что как ты, и такого человека, который к тебе относится как к себе, этого, такого друга нужно только приобрести. То есть, слово там нет, слово купи, кне, оно приобрети. То есть, приобретение, покупка, это один из способов приобретения. Поэтому, это слово переводится и как купи, и как приобрети, но глубже, если взять, то это слово значит приобрети себе друга. Вложи, имей такого друга, к которому ты ночью придешь, и скажешь, что все, вот с такой ситуацией. Он тебе скажет, да, понятно, да? Хорошо, теперь, значит, 26 отрывок мы разобрались, то есть человек сам в своих глазах, он не видит проблемы, человек не видит в своем глазу соринки, в своем глазу бревно он не видит, а в чужом замечает соринку. Так устроен человек, тоже нас царь Салмон Тора насучит, что коль ишь я шар бы и нав, каждый человек он прям в своих глазах. Спроси любого преступника, откройте первая глава Дейл Корнеди, не критикуй, не жалуйся, не обвиняй. И он там приводит случай, прям начинает эту книгу, как приобретать друзей, оказывать ли они на людей, начинает с рассказа о преступнике таком, которого там в Америке судили, он за убийство там вообще. И этот преступник в суде говорит, за что вы меня судите? Я, говорит, всего лишь только защищал свою жизнь, я же никому в жизни не причинил никакого зла, говорит преступник. И он там пишет Корнеди, за неделю до этого он сидел в машине с какой-то девушкой, подошел полицейский спросить документы, он его расстрелял, потом полицейский лежал раненый, он вышел, его добил. И этот, говорит, преступник, он говорит, что я в жизни никому не причинил зла. Так Корнеди в этой первой главе, он говорит, когда ты собираешься кого-то критиковать или обвинять, подумай, что даже самые большие преступники, они себя оправдывают. Любой человек, он в своих глазах себя оправдает, поэтому он говорит, не занимайся глупостями, не критикуй никого. Теперь, значит, поэтому, для того, чтобы выпрямить свой путь, нам нужен кто-то извне. Нужен нрав, которого ты себе сделал, который знает Тору, который знает, то есть это должен быть человек, который, он не преследует личные интересы, да. Это человек, который реально хочет тебе помочь, и у него есть знания, чтобы тебе помочь. То есть он должен быть эксперт в Торе, он должен знать, что такое хорошо, что такое плохо, иначе он тебе насоветует что-то не то. Второй друг может тебе помочь, но вопрос, опять же, вопрос его идеологии. Потому что один друг, ты к нему придешь, скажешь, вот у меня такая ситуация сложная, там, например, кто-то там пришел к другу советоваться или к подруге по поводу своей семейной ситуации. Он приходит к... Я не могу, я вам расскажу. Вот, допустим, возьмем ситуацию. Человек приходит к психологу советоваться по своей семейной ситуации. А психолог этот ему говорит, послушал, послушал, говорит, знаешь, что говорит, а ты дай ей порожи хорошенько пару раз. Он ему говорит, а вы точно психолог? Он говорит, да, я психолог, только у меня новое такое, это называется лечение, я придумал такой метод, лечение, стрессовое лечение, да. Например, шоковая терапия. Он говорит, ладно, я ваш совет не хочу слушать, то я пойду лучше с друзьями посоветуюсь. У меня есть два друга, вообще такие друзья, просто вообще, прямо как я, не разлей вода. Приходит к одному другу, говорит, слушай, у меня сложная ситуация в семье. Вот психолог сказал, дай порожи, а ты что посоветуешь? Друг говорит, а я что посоветую? А я посоветую, не надо порожи, разводись. Я уже 10 раз разводился и нормально себя чувствую. Он говорит, хорошо, надо собрать мнение, написано в перте, а вот, что, что, марбет самарбет вуна, умножаешь советование, умножаешь понимание, я пойду еще посоветуюсь. Приходит ко второму другу, говорит, ты знаешь, у меня такая ситуация, вот в семье сложности, что психолог сказал, дай порожи. Значит, друг сказал, разводись, а ты что посоветуешь? А этот второй друг говорит, ты знаешь, я тебе так скажу, что я вот слышал у своего раввина, раввин мне сказал, с которым я советуюсь. Раввин сказал так, что если, написано в Талмуде, что когда люди разводятся, то там на небе прямо что-то нажертвените, слезы текут. Ну, в общем, на небе это очень плохо, когда люди разводятся. Так мне сказал раввин. Второе, что мне раввин сказал, что когда, значит, когда у человека плохая жена, то это у него ад на земле, и он зато сразу искупает все свои грехи, то есть он там попадает в рай, сразу попадает в рай. А если у него хорошая жена, так у него рай на земле, но не факт, что он там в рай попадет. И он сидит и думает, кому же верить, вот этому новому стрессовому психологу, верить другу, который 10 раз развелся, или верить другу религиозному, который смотрит на все с точки зрения своего раввина, который говорит с точки зрения Торы. Поэтому мы приходим здесь опять же к вопросу, по какой идеологии ты живешь. Каждый человек живет в какой-то идеологии, в какой-то картине мира. И если он атеист, то он верит в идеологию атеистов. Он ее не придумал, он ее просто верит. Если человек религиозный, он верит в идеологию религиозную. То есть мы все живем в мире веры, и поэтому я в свое время выбрал для себя Тору. То есть я верю в Тору. А в Торе нам сказали, когда царь Соломон писал, выпрямь окружной путь для ног твоих, и все пути твои будут тверды, он имел в виду, сделай себе рава. То есть рав, который живет по Торе. Купи себе друга, друга, который живет по Торе. Приобрети себе друга. И все. Теперь последний отрывок, 27-й в этой главе. Последний отрывок, 4-й главе. Аль тет я минус моль. Не поворачивай направо и налево. Асер рагле хамера. И убери свои ноги от зла. Он говорит, смотри. Не поворачивай направо, не поворачивай налево. То есть когда ты идешь по дороге золотой середины, если ты на нее вышел. Тебе не надо сворачивать ни направо, ни налево. Никакие не нужны перегибы. Спокойненько живи. И все. У меня интересно. Я сейчас приехал в Израиль. И у меня здесь сыновья учатся в Ешиве. И я старшему сыну рассказываю разные истории. Там про Трампа, про то, про сё. Я говорю, вот, а ты как собираешься жить? Ему 19 лет. Он говорит, папа, ты знаешь, я собираюсь просто жить. Учить Тору работать и спокойненько себе жить. Вот просто спокойно жить. Я не хочу быть ни как Трамп, ни миллиардером, ничего. Мне, говорит, хочется полдня учиться, полдня работать и спокойно жить. И мне было очень приятно. Это как раз вот то, что здесь написано. Не сворачивая ни направо, ни налево. То есть мы проходим этот жизненный путь несколько десятков лет. Ну, там, 80 лет пускай, 90 лет. Но в любом случае уходим из этого мира, все уходят. Кто-то раньше, кто-то позже. То есть ты можешь, любой перегиб, любая гора, любое достижение требует жертв. Ты не можешь получить много, ничего не вложив. Теперь, поэтому идет внутри все время перераспределение ресурсов. То есть ты все время должен откуда-то забрать, чтобы куда-то дать. Теперь, говорит нам царь Соломон, не сворачивай ни направо, ни налево. Иди по золотому. Что такое золотая середина? Когда у тебя все гармонично. Тебе хорошо, ты гармонично выстроил свою жизнь. Ничьи перекосов. Теперь, но самым главным компасом является то, что можно легко идентифицировать. Есть в мире зло. Это зло обозначено. То, что Бог назвал злом. Значит, и главное здесь удаляться от зла. Опять мы вернемся к Пертьявот, который объясняет многое в Мишле. В Пертьявот мы учили. Как раз следующая Мишна. Была Мишна, которая сказала ее Иушоа бен Прахе. Он сказал, сделай себе рава. Найди себе друга. Не найди, а приобрети себе друга. И суди каждого человека с хорошей стороны. А Нита Арбелиск, его следующий, сказал так. Он сказал, он сказал, архек Мишахенра, отдались от плохого соседа. В альте тхаберли раша и не присоединяйся к злодею. В альте тяеш ми напоранут. И ты тогда не будешь отчаиваться от расплаты. Это то, что здесь в 27 отрывке написано. Удали ногу твою от зла. Главное, не общайся с плохими людьми. Не заходи в плохие опасные места. Не все, где есть зло, отдаляйся от этого. То есть просто сделай. Если ты не знаешь, что такое добро, просто отдаляйся от зла. Все. Сделай для себя принципом отдалиться от всего плохого. Все. То, что есть на этом, хоть какой-то оттеночек зла, отдались от этого. Все, дорогие друзья, мы закончили четвертую главу. Давайте подведем итог. Подведем итог, значит, того, что мы сегодня изучили. Очень важно, очень важно иметь внешний критерий, с кем ты можешь советоваться. Опять же, если ты идешь по пути Торы, это должен быть человек, который живет в той же концепции мира Торы, с которым ты можешь посоветоваться. Или это Раф, который больше тебя знает. Или это друг, который знает столько же, сколько ты, но вы идете в одном направлении роста. Или же, то есть нужен кто-то, кто... Или ты сам старайся все время выруливать на прямую дорогу. Теперь, как знать, что такое прямая дорога? Все живут в каких-то концепциях. Поэтому, если ты живешь в концепции Торы, то для тебя прямая дорога четко распределена. Вот 10 заповедей, что можно, что нельзя и так далее. Вот 613 заповедей, расширяющих 10. Вот устная Тора, вот Талмуд, вот и все. То есть есть шелха на рук. То есть для тех, кто живут по Торе, все понятно. Все есть шелха на рухе. От момента вставания до момента умирания все расписано. Вот тебе накрытый стол. Это добро, это зло, это делай, это не делай. Все. Теперь те, которые живут по Торе, верят в Бога, но как бы не хотят детализировать пока, да, свои отношения с Богом, тогда у них другой критерий, 27 отрывок, удаляйся от зла. Плохие люди, злые люди, нерелигиозные люди, я их считаю тоже плохими людьми, это как сумасшедшие. Никогда не знаешь, чего от них ждать, непонятно в какой концепции он живет, да, то есть непонятно в какой концепции он живет и в какой момент он может переключиться и переклиниться. Поэтому, то есть для меня люди, которые объявляют себя, что я нерелигиозный, Бог меня никак не ограничивает, это люди опасные для меня. То есть я считаю, что они, ну надо от них держаться подальше. Все, друзья, удачи, успехов, всем всего хорошего, чтобы был хороший день. Тот, кто начал день с изучения Торы, чтобы у него были благословения и главное, чтобы не нарушать. Все, всем пока, удачи, успехов, напишите свои выводы, поделитесь уроком, с Божьей помощью завтра будет урок в 10.00, постараюсь не опоздать. Все, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok